Мягкие деревянные карандаши Рыбакит Папа рисует, плюс специальные уроки рисования внутри. Привет, я Ваня, рисую я сегодня для тебя. На канале Рыбакит у нас Летний Лагерь, и я рисую сегодня Калу, Калу Бастера из мультика, как же он называется, Свера Пой, Свера Пой, да. Рисуем ее поэтапно, чтобы у нас все получилось. Маркером мы рисуем, ну, акварелью, или же восковыми мелками, или же масляной пастелью раскрасим. Рисуем большой круг овал, или же круг-квадрат, круг-квадрат, вот такой круг-квадрат, основное, что я хочу нарисовать, такой большой круг-квадрат. Круг-квадрат, это значит квадрат с кругленными краями, как бы так сказать, с углами. Углов у него нет, но это вроде бы квадрат, как бы я бы еще назвал ее подушка, подушка тоже похожа. У этого Каллы есть тело, Каллы, ее зовут Бастер, его зовут Бастер, я мультик видел, но не полностью, и в общем он такой классный. Ну, давай нарисуем тело, вот такое тело, квадратное, тоже квадратное, но немножко скруглим края, он такой в костюмчике будет у нас. Сейчас мы все нарисуем, основные и большие детали рисуем с самого начала, подушка, еще одна подушка. Теперь два уха, два уха, ну, прям здесь не старайся побольше нарисовать уши, но большие, он такой смешной, довольно смешной, весело выглядит. И такой, ну, хороший, хороший, мне он понравился, мультик здоровский, хотя я до конца не видел, что там случилось, дальше еще не знаю. Я обязательно сегодня досмотрю. У Каллы что есть, что, руки-ноги, у Бастера есть руки-ноги, мы их рисуем. Я точно называю руки-ноги, потому что он все-таки, ну, как, с ногами ходит, он даже одевает там что-то, да. Нарисовал две ноги, две руки. В одной руке он будет держать микрофон, потому что он там управляет чем-то, да. Здесь посерединке у него, так вот, еще две палочки рисую, это его костюмчик здесь, а посерединке такая вот бабочка. Вот и все, нарисовано. Так, лапка. Лапкой вот так сделаем. Лапка, лапка. А здесь микрофон. Он же микрофон держит же, микрофон же обязательно держать, чтобы управлять всем этим. И ботиночки. Вот такой он парень. Все нарисовали? Все. Теперь раскрашиваем. О, стой, стой, стой. Я же забыл. Забыл его мордашку нарисовать. Нарисую мордашку. Мордашку так рисую. Такой большой нос. Довольно черный. Его можно сразу закрасить, но потом мы его закрасим. Потом два глаза. Довольно веселенький. Такой прикольный-прикольный парень. Зрачки в глазах. И бровки. Бровки. Обязательно нарисуй бровки. Он веселый. Мне он такой нравится, когда улыбается. Вообще Кала мне тоже нравится. Я тебе скажу. Он дает такие классные. Такой вот он. Он мальчончик. Хи-хи. Я думаю, все. Можно раскрашивать. Раскрашивать как хочешь. Но лучше всего, конечно, чтобы он был серенький. И для этого у нас серенькая масляная пастель. Так что берем сереньким и рисуем все сереньким. Закрашиваем, 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 закрашиваем. Все, все сереньким, 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 сереньким. Вообще только его голову надо закрасить. И немножко лап. Серенького больше нет. Да, еще уши. Уши не забудь тоже. Уши закрашивать. Здесь ты можешь встать на паузу. И ждать, когда я тебя подожду, когда ты закрасишь. Потому что закрашивать довольно сложно и довольно трудно. Так раз, 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 надо стараться все-таки. Я думаю, ты постараешься. Дальше я возьму черный цвет. Я думаю, ты уже закрасил серым. Теперь черным цветом нос закрашиваем так, чтобы еще какие-то блики оставались на нем. Только подкрасили, но немножко бликов осталось. И он смешной получится, вот такой классный. Теперь положу плашмя. Плашмя, видишь, плашмя положил. И закрашу часть ему шкурки. Вот так сверху шкурки потру, вот голову, да. Сверху ушки потру голову, лапки потру немножко. И он становится более сереньким. Сверху я тру, но не очень сильно. А так ласково, ласково, так, 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 гладенько его тру. И тогда получается очень классная коала. Прям такая четкая, серая и темно-серая, как она в жизни есть. Отлично, это мы сделали. Теперь синий берем цвет и закрашиваем ему костюмчик. Шоумен, можно сказать, шоумен. Отлично поет и ищет таланты, да. Вот так вот. И, конечно же, красным ему закрасим здесь красным и здесь черненьким. Микрофон у него черненький. Отлично. Рисунок готовый. Рисунок, я тебе скажу, нарисован по просьбе телезрителя. Мне кажется, это Иль Юлия, да. И Юлия попросила. Зову вас участвовать в моем, в нашем летнем лагере. Это самый легкий способ рисовать и научиться рисовать. Все лето мы рисуем. Подписывайтесь на телеграм-канал Рыбакит Попрессует. Это легкое дело. Подписались и всегда со мной. Я делаю задания каждый день. Новое задание. Новое, новое, новое. Старых не будет, только новое. Ты рисуешь, делаешь рисунки, делишься со мной. Я ставлю тебе баллы. Когда у тебя появляется 10 рисунков, 10 баллов, 10 баллов, я нарисую то, что ты хочешь. Вот как сейчас Юлия попросила мне нарисовать такого из Зверополиса. Я выбрал его. Ну, и других тоже нарисую. Там еще есть этот хамелеон и поросята мне нравятся, свинки нравятся. Ну, и, конечно, горилла Джонни мне тоже нравится. Его тоже буду рисовать. Хорошего дня, хорошего лета. Рисунков. Пока. Пока.